В этом году первый духовой оркестр городской филармонии «Сургут-экспресс-бэнд» празднует 55-летний юбилей. Виртуозное исполнение, импровизация и актерское мастерство – все это объединяет в себе творческий коллектив, давно ставший визитной карточкой «Сургута». Об истории бэнда и его планах на будущее расскажем в следующем сюжете. Песня «Сургут-экспресс-бэнд» Вывеска легенды русского рока – это легенды «Сургута», музыкальные легенды, молодежные легенды, легенды уже среднего поколения. Здесь 55 лет в эфире, 55 лет на гребне славы. Сейчас «Сургут-экспресс-бэнд» известен далеко за пределами города, но в далеком 1964-м тогда еще городской духовой оркестр выступал в основном на местных мероприятиях. А создание полноценной команды музыкантов было вообще под вопросом. Когда мы задумали делать бэнд, это значит коллектив, где не менее должно быть 40 человек, вот, и я задал вопрос профессору Саратовской концертовской консерватории, что как же в нашем городе сделать такой же коллектив, как у вас в Саратове? Он сказал, да что ты, Валерий, это невозможно, потому что у вас нет высшего музыкального института, нет у вас музыкального, у вас только есть музыкальное училище. Сейчас все участники оркестра не только имеют высшее музыкальное образование, но и активно сотрудничают с зарубежными коллективами. Так в Сургуте они успели поработать с швейцарским оркестром, дирижерами США, Франции, Индии и других стран мира. Местные же зрители и слушатели давно полюбили бэнд. Мы только что про зал говорили, что зал прям весь оживлен такой, и нам нравится. Сегодня большой праздник для всех, кто рожден в СССР, кто просто любит музыку, потому что это драйв, это очень энергично. Я очень люблю бывать на концертах Сургут-экспресс-бэндом. Отлично, замечательно. И надо просто отдать должное тем людям, которые это все в принципе придумали и организовали. Останавливаться на достигнутом музыканты не намерены. Они планируют расширять свой репертуар, создавать новые концертные программы в разных жанрах, начиная от рок-музыки и заканчивая опереттой и эстрадой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!